Чебоксары это ваш город, вам не безразлично, чем живет столица Чувашии, вы хотите быть в курсе всего, что происходит в городе и чем занимаются чебоксарские депутаты, тогда не переключайтесь. Обо всем этом в ближайшие минуты расскажу вам я, Ольга Пырочкина. В эфире программа местное самоуправление. Пора по паркам, как проработали депутаты в местах массового отдыха. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Какие изменения претерпела схема размещения рекламных конструкций? Ни хулиганов, ни разбойников. Кого теперь можно встретить в дубовой роще Новоюжного района? Сходили в зоопарк и покатались на каруселях. Вот так начался один из трудовых дней депутатов Чебоксарского городского собрания. Народные избранники решили прогуляться по паркам. Но не с целью отдохнуть, а наоборот, как следует поработать. Компанию им составила наша съемочная группа. Вот она, краса и гордость столицы Чувашии, залив. Однако и у этого достояния республики есть уголки, которыми нельзя похвастаться. Пожалуй, один из них в склон у аптеки номер один. Привезти его в божеский вид чебоксарские зеленители пытались не раз. Однако зимой со склона горожане катались на санках. И весной от посаженной растительности почти ничего не осталось. Впрочем, одна из попыток таки увенчалась успехом. К той зелени, что сейчас украшает склон, причастны депутаты прошлого созыва. Более трех лет назад депутаты городского собрания приняли решение облагораживать данную территорию. Мы выбрали розу Рогозу. И депутаты здесь поработали. Высадили здесь розу Рогозу. Две с половиной тысячи кустарников. Это вдоль данного тротуара и под террасом горизонтальным. И в итоге получилось сегодня в хорошем состоянии. Кустарники прижились. И они озеленяют и дополняют наш залив. И все-таки этого недостаточно, считают народные избранники. Нет того лоска, нет той ухоженности. Надо, в общем-то, все-таки привести в порядок. И вот эти проплешины сделать в цветущем виде. Чтобы не было у нас вида неухоженности, забытости этого уголка. А пока это часть только для прохода граждан. А мы должны сделать, чтобы это был уголок отдыха. Еще одно недоблагоустроенное место – территория слева от монумента матери-покровительницы. Это у нас яблоки такие маленькие. Да, здесь высадили дичок. Непредитые яблони, ибо она хорошо цветет, каждый год цветет. Почему остановились? И второй. Чтобы был красивый цвет. Да, и мы же не целью получения каких-то продуктов здесь. Ну, пусть бы и люди яблочко скушали. Есть у нас тут места, где деревья совсем засохли. Конечно, надо привезти. Меняем. Меняйте, да, обрезайте, если есть сухие ветки. Чтобы был вид ухоженный, опять-таки, а не заброшенного сада. Из всего услышанного от депутатов представители городадминистрации, вероятно, сделают выводы. Однако кардинально заняться благоустройством данной территории городские власти смогут лишь, когда утвердят новую концепцию развития залива. Ее готовят к 550-летию города. В рамках подготовки к этой дате внимание уделяется всем паркам. В парке Николаева периодически обновляется игровое оборудование. Для детей придумывают новые развлечения. Но один из козырей этого места – мини-зоопарк. Сюда попадают животные с непростой судьбой. Кого-то подбросили, кто-то надоел бывшим хозяевам. Городские детей, которые подобную живность видели, разве что по телевизору от клеток просто не оттащить. Как в собственных взрослых. Детский парк нас тоже порадовал, что здесь много со стороны руководства вложено в развитие живой природы. Это очень важно для городских жителей, для детей города. Ну и то, что есть инвестиции, которые привлекаются. Здесь тоже очень много спортивных видов. Скалолазание. Вот такие виды, когда в век дети пользуются только компьютером, им нужны такие интересные спортивные площадки. Если в парк Николаева ходят погулять и посмотреть на животных, то в Лакреевский лес еще и покататься на аттракционах. Последнее приобретение карусели «Ракушка» представители горсобрания опробовали на себе. Ощущение праздника и радости. Но кружится голова немного. Но тем не менее, хороший аттракцион. Я думаю, что он очень пользуется успехом у наших горожан. Мы рады, что прокатились. А вас? Спасибо. Вернулись немножко в детство мы с Ириной Селудной. Нам очень понравилось. Теперь надо немножко отдохнуть. Возвращаться к работе. Аттракционы обновляются. В парке появляются новые площадки. Исправность, а значит и безопасность, оборудование постоянно контролируется. Впрочем, и здесь есть над чем работать. Доступность парка очень ограничена, потому что есть только один вход. И он не совсем удобен для посетителей. Поэтому дальнейшая реконструкция парка, как раз сейчас разрабатывается концепция на реконструкцию данного парка, она будет предполагать много входов. То есть, чтобы у посетителей была возможность со всех микрорайонов, со всех сторон попасть в парк. Приятно видеть, что наши парки развиваются. То есть, я бываю в разных городах России. И хочу сказать, что наши парки еще в достаточно очень хорошем состоянии. То есть, они достойны нашего города, как благоустроенного города России. И приятно видеть, что аттракционы реконструируются, эксплуатируются в надлежащем состоянии. И, кроме того, появляются новые аттракционы, появляются детские городки. Единственное, что хотелось бы пожелать, чтобы были предусмотрены какие-то следующие направления в пользу маломобильных групп населения. Это либо какие-то аттракционы, кроме того, какие-то туалеты, где могли бы маломобильные группы воспользоваться. Специальные комнаты для матерей с детьми было бы неплохо предусмотреть тоже. Кстати, в обустройстве парков могут принять участие горожане. Замечания и предложения от жителей принимают в городской администрации. Может ли любимый город спать спокойно? Какие преступления совершают Чебоксарах и почему? Все это в отчете городскому собранию представили столичные правоохранители. Отчет за пять месяцев нынешнего года начался оптимистично. Уровень преступности снизился. Так, в расчете на 10 тысяч населения с января по июнь Чебоксарах совершили 59 преступлений. За аналогичный период 2013-го 64 преступления. С теми, кто нарушает закон, столичные правоохранительные органы вели вполне зримый бой. Результатом этой работы явилось задержание и привлечение к уголовной ответственности 16 убийств, 79 грабителей, 11 насильников и 294 воров. Выявлены и привлечены к ответственности лица, совершившие более 55 тысяч административных правонарушений. С недавнего времени за правопорядком приглядывают не только полицейские, но и камеры видеонаблюдения. Какой эффект дает, как пользуется полиция наличием видеокамер? Эта система еще требует достаточно серьезных усилий для совершенствования, но в то же время меры профилактического воздействия у нас есть. Пресекали и административные правонарушения, есть единичные случаи и раскрытия преступлений. Но, как правило, мы в обязательном порядке по каждому происшествию пользуемся и как доказательной базой. Это снимаем именно тот период, отрезок времени, приобщаем к материалам проверки, либо к материалам уголовного дела. Кстати, как показала упрямая статистика, криминогенная ситуация в столице Чувашии была бы значительно лучше, если бы в стране действовал, к примеру, сухой закон. Основным побуждающим фактором к совершению противоправных деяний продолжает оставаться употребление алкоголя. Большинство убийств и умышленных причин тяжкого вреда здоровью совершено нетрезвыми лицами. По территориям обслуживания отделов полиции 2, 3, 4 в состоянии алкогольного опьянения совершено каждое третье противоправное деяние. С алкоголем депутаты ведут борьбу как могут. Вот, к примеру, рейды по выявлению точек продажи так называемых фанфуриков, кажется, уже вошли в привычную деятельность народных избранников. Впрочем, это уже совсем другая история. Как раз об этом наш следующий репортаж. Народный контроль не дает чебоксарским фармацевтам расслабиться. Цель представителей городадминистрации, депутатов и неравнодушных граждан добиться того, чтобы с прилавков аптек исчезли так называемые фанфурики. Однако пока закон не на их стороне. Тем не менее, противники продажи спирта, содержащих жидкостей, судя по всему, не намерены отступать. О том, как прошел очередной рейд, прямо сейчас. Как только десант народного контроля вместе с нашей съемочной группой высадился у первой по маршруту аптеки, в объектив оператора попали потребители искомого товара – фанфуриков. Однако в самой аптеке мы обнаружили вот такую надпись «Асепталина нет и не будет». По нынешнему законодательству продавать спирта, содержащие жидкости, не запрещено. Тем не менее, еще весной чебоксарские аптечные сети начали подписывать меморандум, согласно которому они добровольно отказываются от продажи фанфуриков объемом более 50 мл. На данный момент из 32 аптечных сетей отказались продавать опасный товар уже 17. Мы про «Асепталина» почему нет и не будет. А чтобы не беспокоили нас, чтобы они видели, разворачивались, сразу уходили, чтобы стояли нормальные люди. Хотя бы под окнами они не стоят, как раньше, например, они стояли. Купят и вот во двор вышли, и там прям стоят, как это водичка, бутылочка у них. И вот это хотя бы мы уже не видим, не наблюдаем, сладости, господи. Отказ от продажи подобного товара данной аптечной сети, по словам продавцов, стоил 3-4 тысяч рублей выручки в сутки. Пойти на такие жертвы, пусть и даже ради здоровья, жители столицы готовы далеко не все. Как выяснилось, в аптеке неподалеку с распростертыми объятиями принимают всех клиентов, которым отказали в продаже фанфурика в предыдущем аптечном пункте. Такой информацией поделились местные жители, однако, пожалуй, в данном случае все понятно и без слов. В следующем запланированном пункте рейда все чисто, а фанфуриков нет, никогда не было. Так что интересующийся данным товаром контингент сюда даже не заглядывает, рассказывает продавец. А люди, которые хотят пользоваться как спиртом, значит, как для уколов, для каких-то других инъекций. А вот им спиртовые салфетки предлагаете, да? Очень хорошо. Правда, в следующей аптеке все не так хорошо. Продавец заявила, пока асепталина в продаже нет. Однако то, что в наличии бывает, отрицать не стала. В подтверждении тому представители народного контроля обнаружили у кассы штрих-коды с надписью «Асепталин». Она держит готовый и сразу пробивает. Асепталин. Уже такая заготовка лежит на кассе. То есть никуда не надо ходить, она уже лежит на кассе. Тех, кто хоть и законно, но травит людей, представители народного контроля в очередной раз призвали проявить порядочность и благоразумие. Кроме того, руководство аптек, в которых по-прежнему продают спиртосодержащие жидкости, пригласят на заседание круглого стола в администрацию города для решения вопроса при остановке продажи фанфуриков. В темном страшном лесу есть темные страшные дорожки. Это не детская страшилка, а единственный путь из пункта А в пункт Б для многих жителей Новоюжного района. Чтобы добраться на работу или в школу, приходится идти через дубовую рощу, которую местных жителей пользуются дурной славой. О том, как решали проблему в следующем сюжете. Волков боятся в лес не ходить, гласит русская пословица. Только вот жители Новоюжного района в лесу боятся вовсе не волков. Даже солнечным днем через дубовую рощу ходят с опаской, ну а по вечерам без крайней необходимости сюда вообще стараются не соваться. Между тем, эта самая крайняя необходимость была и есть. Дело в том, что для жителей, к примеру, улицы Кухшумская попасть на проспект 9-й пятилетки можно только через лес, либо в обход по улице Хузангая. А это не близко. Исправить ситуацию помогло бы освещение. Однако провести его здесь пока нет возможности. Мешают неурегулированные вопросы между федеральным лесным фондом и муниципалитетом. Впрочем, выход нашли. Мы в связи с этим выставили сюда дополнительный маршрут патрулирования из числа сотрудников ППС. Кроме этого, здесь ежедневно, ежедневно сюда заезжает автопатруль, который в пешем порядке здесь проходит и следит за порядком. Далее, участковый инспектор по делам свершилетних, который обслуживает данный микрорайон, дубовую рощу в частности, и в вечернее и дневное время здесь проводят рейды. Только за неделю отсюда в правоохранительные органы доставляют, а затем и привлекают к ответственности в среднем 15-20 человек. Результат здесь достаточно весомый, можно считать. Здесь у нас, получается, каким образом? Меньше жалоб и заявлений начало поступать от граждан. Народ перестал, на самом деле, перестал бояться здесь ходить. Перестал бояться здесь ходить. Здесь и в вечернее и ночное время достаточно много людей отдыхать в этом районе. И они чувствуют себя защищенными. Кто-то действительно перемены заметил сразу и не боится гулять здесь с детьми. Ну а кто-то пока по-прежнему в лес заходит с опаской. Как часто вы ходите мимо рощи? Я хожу очень редко, потому что боюсь. Боитесь, да? А с чем связано? Ну тут были случаи. Темно, а ночью? Нет, ночное время вообще сюда не захожу. Сотрудники отдела полиции видели, что ходят, патрулируют? Раньше не видел, а сейчас ходят, ходят. Под двое ходят. Я веду активный образ жизни, то есть занимаюсь спортом, стараюсь заниматься спортом. То есть основная деятельность – работа. Ну то есть для себя прихожу вечером здесь позаниматься, побегать, на турнике здесь позаниматься. То есть хотел бы сказать, что в последнее время произошли изменения. То есть раньше, когда я вечером здесь занимался, то есть здесь собиралась подозрительная молодежь, люди. То есть небезопасно было находиться здесь. То есть родители просили, вот мать, стороной обходить эти места. Но вот сейчас, то есть сейчас заметил, патрулируемое появилось. То есть начали уделять этому месту больше внимания. Что ж, патрули – это, конечно, хорошо. Однако через каждый метр полицейского не поставить. Тем, кто обращается в приемную депутата с жалобами на хулиганов в собственном дворе, разъясняют, пожалуй, лучшее решение – установка камер по программе «Безопасный двор». Очень часто около нашего дома собирались молодежь, люди, которые злоупотребляют. На лавочках они, в общем-то, отдыхали, пели песни и очень мешали. Мы часто обращались в полицию по этому вопросу. И, конечно, установка камер видеонаблюдения решила наши проблемы. Что мы заметили? Мы заметили, что в наших дворах стало тише, безопаснее. Дети наши могли спокойно гулять. Резко упала посещаемость наших лавочек. По записям с камер возможно получить приметы и даже опознать подозреваемых. Кроме того, видеонаблюдение вообще является сдерживающим фактором для тех, кто собирается нарушить закон. Чем больше камер, тем лучше криминогенная обстановка, утверждают правоохранители. Быть на данном месте рекламе или не быть – вот в чем вопрос. С начала 2014 года схема размещения рекламных конструкций утверждает Чебоксарское городское собрание депутатов. Что-то в эту схему включают, что-то исключают. Иными словами, работа ведется постоянно. Подробнее в сюжете. Щиты, растяжки, вывески, плакаты. К рекламе относиться, конечно, можно по-разному. Так или иначе, в наш информационный век она в нашей жизни присутствует и, скорее всего, в ближайшее время никуда не денется. Поэтому главная задача сделать так, чтобы рекламные конструкции были безопасными, никому особо не мешали и имели эстетичный внешний вид. Этими вопросами занимается городское собрание. С начала этого года ни одна конструкция в городе не должна появиться без ведома и согласия народных избранников. Сейчас проводится большая работа депутатами по поводу того, что они смотрят, какие конструкции находятся на их территории. Обсуждают это с ТОСами, с жителями города, чтобы не было претензий со стороны горожан по размещению тех или иных рекламных конструкций. В марте месяце депутаты приняли схему размещения рекламных конструкций, куда были включены щиты, стационарные наши щиты, так называемый ревер-щит размером 3х6. По заявкам предпринимателей, организаций или жителей города схема может дополняться. Так, к примеру, депутаты одобрили установку щитов на проспекте машиностроителей, улице Гагарина, проспекте Ленина и Максима Горького. Кроме того, внесли в схему относительно новые виды рекламных конструкций – стеллы, пилоны на остановочных павильонах, подиумы, флаговая композиция. Раньше они были как-то на усмотрение собственника земельного участка, либо ставились как-то незаконно, не были внесены в схему. Сейчас это вносится, стеллы, и концертно-афишные стенды. По поводу утверждения стелл возникают небольшие вопросы, связанные с их архитектурным оформлением. То есть их невозможно упорядочить в едином стиле, то есть архитектурное сообщество против этого, потому что это несколько иной вид рекламной информации, рекламной конструкции. Соответственно, у тех или иных организаций они различные, утвержденные ими, и подвести их в одну рамку не представляется возможным. Поэтому индивидуально каждая стелла будет утверждаться индивидуально. Не удовлетворил представители собрания внешний вид так называемых концертно-афишных стендов, которые на данный момент используются в городе. В ответ горреклама предложила варианты, которые используют в Москве. И эти варианты депутаты одобрили. На этом программа местное самоуправление завершается. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова